конечно нет да надо записать надо надо тоже потеряли меня да все хорошо я пошел привет всем ребятки здравствуйте мои хорошенькие мои хорошенькие блядь ты серьезно хорошенький нет здорово всем хорошенький блять ты серьезно ты серьезно 2015 год что ли на дворе здорово всем ребятки рад вас всех видеть давненько не записывал никаких видосов на ю тубе это конечно связано с многими событиями в частности с тем что конечно и происходит в мире они меня в который раз затронули и в который раз я оказался очень странном положении как контент-мейкер если кто не знает расскажу все мои счета все мои выплаты и все мои монетизации были на зарубежных площадках таких как twitch youtube ну и еще парочку и все это дело в труху но по сути уже более полугода являюсь безработным стримером я себя так теперь называю деньги заморожены контент соответственно понятное дело делается лишь только потому что я все это еще очень сильно люблю но как говорится на одной любви сыт не будешь очень много было мыслей феврале месяце снова реабилитировать youtube и поставлять туда тонны роликов но случилось то что случилось и затронула это мою жизнь не просто косвенно касаемо денег и напрямую именно мою семью это очень тяжело и те кто следит за моими новостями в телеграме знают все абсолютно все подробности не буду сейчас их снова проговаривать не хотелось бы снова опять это через себя пронести скажу проще данный момент мы находимся на очень интересном историческом моменте любые зарубежные площадки нас русских стримеров признали персонами нон град мы откровенно нахрен никому не взрались мы будем в принципе и наверное на долгий период в принципе не нужны комьюнити непосредственно твича youtube и прочим другим социальным сетям площадкам и прочим прочим инстаграмом тик током ну откровенно говоря мы столкнулись с той реальностью которой я даже не предполагал что она будет настолько сильно затянута и снова импортозамещение станет чем-то ключевым в этом моменте и покажется вполне себе единственным выходом из этой ситуации ну давайте немножко расскажу когда феврале случилось подобное и все три счета заморозил что даже не позволил русскоязычному комьюнити вывести деньги на paypal который еще работал предварительно присылая максимальный откровенно дебильные письма с издевательствами потому что по-другому назвать я их не нам не мог когда тебе прям процесс в режиме онлайн блочат все твои счета у меня никогда не было вывода на карту не был выход на под на paypal но мне сказали досвидули досвидали и просто убрали даже paypal только можем заморозить счет по факту русские стримеры на твиче являются заложниками заложниками той ситуации в которой сейчас столкнулись какого вообще в принципе за прошедшие почти полгода реакция самого отвечая русскому комьюнити да никакого нас срать хотели откровенно говоря простите что грубо но по-другому я не вижу не вижу ничего мы умерли господи мне даже за полгода не прислали ежедневную посылку партнера понимаете о чем я даже до абсурдного обычные какие-то новости которые раз в месяц присылал сам твич их не они даже не присылаются их просто нет нас просто нет для этой площадке в общем как то вот так говоря о том что я на этом зарабатывал 7 лет действительно зарабатывал моя зарплата это мои деньги за которые я выходил в эфир и честно отсиживала свои семь восемь десять двенадцать пятнадцать двадцать четыре часа времени зависимости от ситуации всю мою мотивацию били на корню связи с тем что еще сложилось в моей семье сказать что мое положение стало немножечко в дерьме ничего не сказать словом ничего не сказать так я бы сказал бы слегка преуменьшить но я бы сказал знаете подсластить без того пилюлю со вкусом того вот дермица к которым мы опунулись нифига не помогает ребят вообще никак я знаете в пятнадцатом году когда начинался заниматься стримингом это была вынужденная мера да раньше стримил только для своего удовольствия у меня было не было кнопочки доната у меня не было никаких поддержек но четырнадцатом пятнадцатом году когда крым стал нашим со мной прекратили работать все компании которые с которыми работал за рубежом игровые по тем же предлогом что я русский ну да так сложилось это откровенно факт мне так сказали мне пас мне написали в рабочем чате и выгнали предваритель оттуда я уже не буду просто говорить про те 200 тысяч которые мне не заплатили за мою работу по сути я стримингу пришел не от того что я безумно этим хотел заниматься я не знал хочу ли вообще этим заниматься нежели как чисто фуфан это было семь лет назад напоминаю семь лет это очень много 2015 до 2022 прошло действительно семь лет и семь лет есть иллюзии которые меня даже на ютубе только больше смотрят но сам факт и спустя несколько лет я понял что действительно тем что я занимаюсь стриминг это мое я полюбил то чем я занимаюсь у меня получается это отлично мне нравится людям тоже и отказываться даже в связи с тем что в моей жизни это случилось дважды представляете дважды я столкнулся с подобной ситуацией я не стал нет я конечно же у меня есть какие-то небольшие подработки но это все не серьезно по той простой причине что когда у меня стоял еще в двадцатом вопрос оставаться ли в москве идти работать оставаться в москве идти работать в определенную компанию но не заниматься стримами я выбрал стримы это максимально дебильный поступок скажите вы возможно вы будете правы но факт остается фактом я выбрал то что я действительно очень сильно люблю ничего не смог с этим поделать вот просто не смог но понимаю что это абсолютно моя жизнь это мое комьюнити это люди знаю о том что я когда погружаюсь в работу всегда работаю до конца я не терплю полумеры не люблю что-то серединка наполовинку соглашаясь с собой в такие определенные такие тяжелые моменты что да ладно ну ничего да как то растеряешь абсолютно все я знаю многих стримеров которые надеялись что все-таки смогут забалансировать это но поверьте мне я вот сейчас был месяц в москве думал что я смогу запускать и рейл стримы кукин стримы да был один но я понимал что находясь там ты выматываешься ты тратишь силы на немножечко другое и стримы ты не рассматриваешь их как работу ты не рассматриваешь не настраиваешь себя чтобы просто даже постримить нет в общем с раля месяцем немножечко сейчас от я ушел на трого да вот давайте немножечко вернемся в наше как говорится о чем мы говорили изначально я ушел на трого китайская платформа на тыс сидела ребята сказали русский мы с вами прекрасные условия кстати спарадоксально но предложили мне стремить на трого еще до всех событий я странным образом согласился получив статус сервера партнера заработал какие никакие даже деньги за первый месяц но в связи с тем что сейчас деньги вывести нельзя по сути они мне там валяются валяются и так если я их вывезу пытаюсь вывести комиссия скорее всего будет за любой перевод 200 долларов если у меня 250 и я буду их выводить я получу 50 долларов опять получается работа моя и оплачено то есть я действительно трудился заработал старался сделать там лучше переводил аудитория это тяжелый труд просто так людям не объяснить зачем вообще они куда-то там должны переходить но у меня получилось я держал эту планку до момента пока уже через 2-3 месяца просто так же как и твич начинают на людей забивать говорят говорить о том что ребята 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 вот скором времени скоро времени вот настало лето какое-то скорое время начинается но опять же это абсолютно не выгодно для любого стримера такие подобные выводы альтернативу мне площадка не предложила я прекратил туда запускать просто стримы приехав с москвы я понял что совершил вообще глупейшую ошибку видать возможно под влиянием того что я увидел травы или возможно не увидел то что он в деле есть и забыл о том что у меня получат лучше всего снимается видео вести блоги и вообще в целом просто продвигать контент на какой-то хорошо хорошая оформленной площадке для меня это стало сейчас бусте подводя к видосу как говорится к саму сцинусу видоса скажу так что пару недель назад я завел там блог и принял решение что все свои видео обзорчики поездки путешествия буду выкладывать там просто так или иначе плюс какой-то текст фотографии полезные вещи по black desert по mmo rpg в целом про real life в общем в принципе про все для меня сейчас это единственный способ задержаться на плаву и как-то от монетизировать балансить ту ситуацию в которой есть те ребята встреча которые это понимали я сделал даже подписку платную там которая соответствует уровню подписки возможно она скоро просто будет меньше я немножечко еще перебаланшу скорее всего так и будет это раз момент второй момент я сейчас нахожусь скажем так фокус-группе одного сервиса русского сервиса и я надеюсь что благодаря этому сервису в дальнейшем у меня как у стримера действительно появится возможность монетизировать адекватно свой контент и с тем что сейчас в мире происходит ну глупо уже говорить да будет как раньше да уже не будет как раньше честно откровенно не будет в любой момент может быть заблочен youtube twitch все что угодно случится мы это уже увидели мы это уже увидели воочию инстаграм пока даже мои попытки потом еще кстати постить контент в инстаграме поняв ну вообще есть там кто-то сидит нет вообще то есть по аудитории снизился почти на 80% никого там не осталось по крайней мере из того кто был на меня подписан это конечно очень грустно ничего не сделаешь но сейчас для меня как для контент-мейкера бусти стала вот вторым дыханием я туда сейчас буду клепать контент по и обзорчики и вообще в принципе как я уже сказал весь мой реаллайф почему-то мне стало снова интересно это делать нет деньги конечно же боже мой я конечно же хочу эти деньги ваши забрать все не уааа нет подписаться там можно просто нажать отслеживать бесплатно не обязательно платить можно просто нажать отследить если у вас нет такой возможности там не знаю получать тот или иной платный контент там будет выходить я буду соответственно выпускать именно для платных подписчиков но и для бесплатных все прочего там можете посмотреть даже сейчас перевес в пользу бесплатно я не буду закрывать и буду показывать это многим мне интересно все еще коммуницировать с аудиторией мне интересно все еще путешествия интересно мморпг и в целом находиться в интернете в качестве контент-мейкера наверное за 7 лет каждый человек может износиться сказать это в жопу это дерьмо вот серьезно боже хватит стоп нет мне все это еще нравится я надеюсь это нравится вам подводя итоги хочу так сказать я буду вас также прекрасно рад видеть и на твиче я все еще там стримлю потому что по факту альтернатив никаких нет в ближайшее время их нет и также хочу вас видеть и на бусте особенно ребят с ютуба здесь контент выходить скорее всего уже ну пока что такая ситуация не будет я не вижу абсолютно никакого в этом смысла я не крупный блогер не кит у меня не миллионная подписчика которая обеспечит меня рекламой и сверхприбылью нет я занял свою нишу и так как моя ниша оказалась действительно вот в прямом слове ниша приходится соответственно крутиться как можешь я для себя придумал способ это бусте соответственно как я еще раз повторюсь все видосики будут выходить там надеюсь на ваше понимание и адекватность а если вас это не устраивает или в принципе ждали что-то здесь ребят давайте будем честными я держать никого не буду и не буду держать на вас зла если вы отпишите скажите боже какие-то еще непонятные площадки что это за бусте отстань от нас пожалуйста зале ролик нет я не буду не буду это делать и не буду обижаться на вас разойдемся как море корабли возможно где-нибудь на просторах интернета увидимся и вы вспомните прекрасного теплого бородача югу скажите блин юга я ж тебя помню но как говорится тот пласт контента вы упустите да кстати из интересного пласта контента на бусте я в августе поеду на Каспийское море там где этот корабль лунь там где будут красивые утесы сплавление вдоль ущелья на катере и прочая красота и все полетит на бусте грубо говоря по факту я реанимирую записки бродяги но именно в том формате который мне нравится именно на той площадке вот когда так ну собственно все рад что пообщаться был с вами надеюсь вам не было душно меня слушать и надеюсь у вас все хорошо и вы живы и здоровы с вами был юга надеюсь не буду говорить прощай ютубчик но скажу здравствуй бусте пока пока всего хорошего до связи ну подожди подожди Продолжение следует...